Акция «Здоровье в Кубе» стартовала в Ивановской области в феврале. Тогда школьникам региона предложили задуматься о концепции здорового питания и создать наглядные материалы в виде кубов. В акции приняли участие дети из 23 муниципалитетов. Было создано почти 2500 кубиков здоровья. Это проект, который инициировал Детский общественный совет приуполномоченным по правам ребенка в Ивановской области. Он называется «Здоровье в Кубе». Ребята исходили из того, что здоровье – это один из самых таких ценных подарков в нашей жизни, поэтому его нужно сохранять. И много работы, конечно, проводится агитационно, связанной с отказом от вредных привычек, о том, чтобы детей привлекать к спорту, к физкультуре, к подвижному образу жизни. Ребята пошли еще одним путем, потому что один из факторов сохранения здоровья – это, конечно, рациональное питание. Поэтому придумали этот проект. В среду в Центре развития детской одаренности подводили итоги работы команд. Победители муниципальных этапов конкурса должны представить на суд жюри не только свои кубы здоровья, но и презентовать их и свои изыскания на тему правильных пищевых привычек. В ходе работы с проектом мы вывели свою корму здоровья в кубе. Правильно питайся, всегда высыпайся, больше улыбайся, никогда не сдавайся. Кубы у ребят получились в разных стилях, с разной формой подачи информации. Кстати, созданием только инсталляции участники не ограничились. За два месяца школьниками была проделана в своих муниципалитетах серьезная исследовательская и просветительская работа. Нам было очень интересно, как дети начальной школы питаются ли правильно, соблюдают ли правила. Для этого мы провели анкеты сначала с 5 по 8 класса, а для детей начальной школы мы провели такие мастер-классы, игры и флешмобы. На этих играх мы показали детям видеоролики о правильном здоровом питании, которые мы создали сами. Выяснилось, что дети часто тратят свои деньги на чипсы, сухарики. Вот когда мы это узнали, мы начали проводить с ними беседы. Беседы пошли на пользу. В конце анкетирования показало, что на самом деле, ну все равно остался же процент, что дети употребляют чипсы, а некоторые 5% изменили свое решение. По итогам акции абсолютно все кубы найдут свое место в школьных столовых региона. Команд победителей конкурса, которые получат призет у полномоченного по правам ребенка, будет только три. А бесценные знания о важности здорового питания, благодаря участникам конкурса, уже получили сотни детей со всего региона. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.